Тема ковид, наверное, многим уже надоела, но хотелось бы подвести некоторые итоги, что нам вообще дал 20-й год. Начнем с ландшафта угроз. Первое. Даводский форум недавно прошел. Как мы все знаем, безопасникам бывает тяжело разговаривать со стейкхолдерами, с владельцами бизнеса, выбивать бюджеты. Что показывает Даводский форум? Он показывает, что руководители предприятий и владельцы прекрасно начинают понимать кибер-риски. И кибер-угрозы, в числе и кибер-риски, сейчас признаются ими как наиболее опасные с точки зрения ущерба материального, репутационного, социального. Это отражает в том числе опрос Даводского форума. Как вы знаете, лаборатория Касперского основала первый коммерческий ICS-CERT. И по результатам анализа метаданных, получаемых с помощью нашего репутационного облачного сервиса, глобальной аналитики, поделюсь с вами информацией о ландшафте угроз за первую половину 2020 года с точки зрения того, как изменился ландшафт угроз, как только началась пандемия и мы начали массово переходить на дистанционку. Во-первых, как мы видим, в апреле сразу активировались шифровальщики-вымогатели. Второе, несмотря на то, что в течение, если брать 19-й год и первой половины 2020-го, общее количество вредоносных объектов, заблокированных на именно рабочих местах и серверах СУТП, чуть-чуть снижалось, изменяется качество проводимых злоумышленниками атак. Они начинают применять не просто социальную инженерию, они начинают подбирать материалы для фишинговых атак. Они находят в открытых источниках, либо с помощью имеющегося доступа к инфраструктуре, копии писем, которые связывают вас и подрядчика, ваши подразделения, прикладывают сканы этих письм в своих письмах, аргументируют к известным личностям, которых нашли в телефонных справочниках. Более того, они прекрасно начинают понимать уже технологический процесс, и вот в одних целевых атаках на систему удаленного доступа применяли скриншоты системы релейной защиты, которая применяется в трансформаторах. И специалист от СУТП, специалист по энергетике, он даже по этим скриншотам может понять настройки этой системы релейной защиты, что настораживает в плане того, какая компетенция развивается у злоумышленников. Следующий момент – это, естественно, в рамках пандемии развивался дистанционный режим работы, предоставлялся удаленный доступ подрядчикам для оперативности решения каких-то задач в случае невозможности приехать на объект или отказе в доступе непосредственно на площадку. Для своих сотрудников предоставлялся удаленный доступ. Соответственно, несмотря на то, что весь 2019 год, как правило, все боролись с тем, чтобы минимизировать всевозможные использования системы удаленного доступа, мы видим, что в 2020 году, естественно, использование этих систем растет. При этом растет и количество атак на подобные системы удаленного доступа, и, соответственно, злоумышленники прекрасно понимают, что это их шанс проникнуть в инфраструктуру напрямую. С точки зрения ландшафта угроз все. Следующий момент – это, наверное, новости нормативного регулирования. Спасибо организаторам за то, что организовали очень содержательный конструктивный телемост с Виталием Сергеевичем Лютиковым. Здесь я не буду останавливаться на том, что подробно обсуждалось. Ключевое, естественно, новости про инспекторский контроль. И просто отдельно замечу, что если мы видим план проверок по экспортному контролю стек, то по инспекторскому контролю такого плана в кубличном доступе, как я понял, не ожидается. Соответственно, никто не знает, к кому приедут. Следующий момент. Поднимается вопрос импортозамещения. Позвольте вмешаться. Те, к кому приедут, они оповещены. Но публиковать в открытом доступе наименование субъектов, в которых есть значимые объекты, мы считаем нецелесообразным. Это только повысит угрозы. Я, спасибо, Лена Борисовна. Хотел просто отметить, что срок уведомления занимает то время, когда уже остается, наверное, в большей части только организационные меры поправить, не столько технические. Второй момент. По поводу импортозамещения. Также подробно обсуждалось. Здесь лишь отметим, что с начала 2021 года, на, как вы знаете, Минкомсвязь, так сказать, у нас софт зарубежный начал облагаться НДС. Соответственно, это повлияет, очевидно, на бюджетирование, на проекты по внедрению систем защиты и так далее. Следующий момент. Цифровизация. О ней много говорят. Хочу поделиться небольшим личным опытом. В рамках подготовки к сегодняшнему докладу просто залез на ресурс ShowDone. Ради любопытства нашел белый IP в Москве. Нашел уязвимость, что на нем есть уязвимость SSH и поднят веб-сервер Nginx. Проходим по этому IP-адресу. Видим страничку для логина. Нехитрым способом на уровне любого пользователя, любого серфера в интернете. Смотрим, что за кодировка. Гуглим ее, находим маршрутизатор у СПД. Данный маршрутизатор может устанавливаться в трансформаторах. И он входит в комплексную систему для электросетевых компаний. Что он позволяет? Во-первых, есть система двустороннего обмена. И в случае, допустим, если абонент игнорирует или не платит за электричество, то можно ограничить уровень потребления, либо осуществлять отключение. Вот что хотелось сказать с точки зрения рисков. Насколько они близки. Любой школьник… Я специально убрал сведения IP-адреса. Любой школьник может использовать публичные инструменты, доступ в интернет для того, чтобы как-то проводить какие-то… В лучшем случае тренировки, в худшем случае какие-то элементарные атаки. Плюс с точки зрения трендов. Какие прогнозы мы делаем на 2021 год? Во-первых, снялась поддержка Windows 7 и Windows Server 2008. Соответственно, по аналогии с Windows XP, мы ожидаем атаки шифровальщиков подобных вон на край. Когда операционные системы перестают поддерживаться, для них не выпускаются патчи, при этом мы знаем, что не то, что Windows 7 и Windows Server 2008, даже Windows XP еще до сих пор используются в системах АСУТП на некоторых установках. Поэтому это один из прогнозов того, какие сценарии могут развиваться в следующем году. Следующий момент – это то, что злоумышленники по тем ботнетам и по тем узлам, к которым у них есть доступ, научились их профилировать по списку установленного софта, по действиям персонала, и уже прекрасно знают, какие армы, какие хосты доступны для них, как можно использовать. Следующий момент – это в рамках ковида развитие дистанционной работы, что еще раз повышает уязвимость с точки зрения случаев, если вы не предпримите меры по обеспечению должного уровня безопасности системы дистанционной работы. При этом хотелось отдельно отметить, что мы также наблюдаем ухудшение экономической обстановки частично в плане того, что пересмотр проектов и так далее влияет на уровень мотивации персонала и не исключен подкуп сотрудников, подкуп работников предприятий и всевозможные злоупотребления, в том числе с помощью социальной инженерии. Следующее. В рамках продолжения цифровизации сервисов возможны кроссплатформенные атаки, когда, например, могут атаковать сайт МВД и через него получить доступ к тем ресурсам, которые используют его для какого-то другого взаимодействия с сайтом МВД, аналогичным образом сайт госуслуг и с помощью него получить доступ к косвенной системе, которая взаимодействует с атакуемой системой. С точки зрения целевых атак. Здесь также развивается геополитический фактор и надо понимать, в том числе опубликованы в 2020 году всевозможные декларации зарубежных стран о политике ведения кибервойны и возможности реакции в виде кибератаки на те или иные действия других стран. Соответственно, могут возникать атаки, связанные с теми или иными политическими группировками. И, начиная с Давосского форума, хотел продолжить тем, что в рамках того же опроса отчет по Давосскому форуму представляет прогноз на ближайшие 10 лет по топ-10 рисков и кибератаки в перечне этих топ-10 рисков. Но, наверное, было бы совсем неправильно ограничиваться только российской спецификой. Будем учитывать международный опыт. Поэтому обратимся к исследованию Гартнер по текущему состоянию развития OT-секьюрити в компаниях. Как мы видим, 60% компаний промышленных до сих пор находятся в стадии только изучения проблемы. 30% начали принимать первичный ряд мер по изучению, по аудиту своих промышленных сегментов. Проводят первичные пилоты систем безопасности промышленных объектов. И в рамках пилотов что они находят? Как правило, выясняется, что в рамках инвентаризации, в рамках пилотирования систем защиты промышленных сегментов выявляются нелегитимные узлы, неописанные в паспортах объектах. Выявляются уязвимости, выявляются несанкционированные подключения, выявляются сетевые подключения, которые не указаны в политике, но при этом инициируются ОЕМ-устройствами. Соответственно, с целью устранения указанных недостатков многие компании начинают так или иначе приходить к базовым мероприятиям по обеспечению защиты промышленных объектов, промышленных сетей, в первую очередь бюджетирование, патч-менеджмент, повышение компетенции персонала. И только 10% компаний уже находятся на зрелом этапе развития системы информационной безопасности для промышленных сегментов. Что они делают? Свойственно в основном крупным, если смотреть с точки зрения отечественной отрасли, как правило, крупные российские холдинги начинают либо уже имеют свои собственные соки, которые анализируют, мониторят события в сегменте промышленной сети, либо пользуются MSSP-сервисами, провайдеров по мониторингу инцидентов промышленной сети, развивают комплексно процесс обеспечения информационной безопасности промышленного сегмента, включая в том числе киберучения как некий такой элемент развития компетенции. То есть, как правило, те, кто только на начале пути занимаются повышением компетенции с начального уровня до среднего, повышение общего уровня информационной безопасности. Далее, после того, как уже компетенция развита, внедряются как организационные, так и технические меры по безопасности критически важных объектов, уже применяются высококомпетентные средства и способы повышения компетенции персонала. Пару слов о том, как мы в лаборатории Касперского относимся к промышленной безопасности. Повторюсь, что в лаборатории Касперского ICS-CERT – это первый коммерческий ICS-CERT, который существует уже больше пяти лет и занимается проблемами промышленной безопасности. Подход к промышленной безопасности с нашей точки зрения должен быть комплексным. У нас есть глобальная экспертиза, центр исследований. Мы не только производим программные продукты, но и оказываем всевозможные сервисы по расследованию инцидентов, предоставлению отчетов, анализу защищенности, проведению ред-тимминга, блю-тимминга. И в том числе предоставляем потоки данных об угрозах, характерные конкретно для промышленных сегментов. Направляем именно информацию по тем атакам, которые нацелены на промышленные предприятия. Опыт и экспертиза подтверждаются проектами более чем 300 заказчиков. И надо понимать, что ASUTP-сегмент это сегмент, который в отличие от корпоративной сети не такой масштабный по количеству узлов. И здесь более 100 тысяч узлов это серьезный показатель, потому что он касается именно ARM и серверов для ASUTP-сегмента. Мы участвуем в международных сравнениях и представлены на рынке не только на отечественном рынке ОТ-безопасности, но и на международном рынке. При этом наша экспертиза и компетенция отражена в отчетах Гартнер по результатам отзывов наших довольных заказчиков. Когда мы только начинали проекты по информационной безопасности ASUTP, ключевым условием было и сейчас является непрерывность технологического процесса. Соответственно, здесь очень важна экспертиза в плане взаимодействия с вендорами ASUTP и проведения сертификации на совместимость. На нашем сайте вы можете посмотреть сертификацию совместимости с ведущими вендорами по системам автоматизации. Для отечественного рынка, естественно, одним из ключевых требований является проведение сертификации решений и функционал, который будет закрывать требования 239 приказа STEC. С точки зрения комплексного подхода компетенция с нашей точки зрения должна включать именно защиту, которая позволит ограничиваться, не только ограничиваться на промышленном сегменте, но и аккумулировать это все в центре мониторинга всего предприятия. Использование большого портфолио лаборатории Касперского позволяет компетенцию персонала развивать по всем нашим продуктам, при этом не требуется глобального переквалификации, переподготовки для использования разных продуктов для разных сегментов, потому что механизмы и единая консоль управления позволяют легко перестраиваться при переключении между разными сегментами и решении различных задач. Здесь важно отметить, что для нашей страны существует требование для критически важных объектов информирования об инцидентах в НКЦКИ. Соответственно, для средств и сил ГОССОПКО важным является качественный, полноценный сбор информации об инцидентах для предоставления в Центр мониторинга и передачи информации об инциденте в ГОССОПКО. Ядром системы для взаимодействия с ГОССОПКО на текущий момент в нашем портфолио является СИЕМ лаборатории Касперского, который позволит скоррелировать события, собрать информацию со всех источников и уже в оформленном виде подготовить отчет об инциденте для передачи в ГОССОПКО. Мы прекрасно понимаем, что одно решение, один вендор не может закрыть больше 150 требований 239 приказа в стек, и поэтому считаем, что мы должны максимально интегрироваться с производителями других классов систем безопасности, с межсетевыми экранами, специализированными сетевыми комплексами, с теми контроль действий привилегированных пользователей, и REST API позволяет нам это делать. У нас есть реализованные кейсы с Fortinet, с MOX и с Bастионом. В рамках перерыва можем подробнее рассказать об этих кейсах интеграции, то есть по сути получается некое комплексное решение, которое позволяет из одной-двух консолей получать общую информацию об одном инциденте, который имеет сквозной характер в прохождении, может быть, из корпоративности в промышленный сегмент. Надо понимать, что в промышленном сегменте есть своя специфика. Здесь очень важно оправдать то доверие, которое оказывают тебе заказчики, и для нас свидетельством такого доверия являются отзывы и публичные истории успеха, которые мы также публикуем на сайте. Хочу отметить, что мы не профилируемся на какой-то отдельной отрасли или на каком-то отдельном предприятии. Мы готовы работать и подтверждаем свой опыт и компетенцию во всех отраслях. Нефтехимия, газовая отрасль, промышленность, электроэнергетика, химическая промышленность. Мы готовы к любым проектам, и у нас уже есть очень много реализованных проектов в этих отраслях. Мы готовы делиться этим успехом, организовать референсы и с тем, чтобы подтвердить свою компетенцию. Хочу сделать небольшой анонс. Буквально через месяц у нас выйдет новая версия нашего SOF, Kicks for Networks 3.0. Мы уже сейчас готовы к проведению пилотных тестирований данного продукта, поэтому обращайтесь. Кто еще не был с ним знаком, познакомим. Кто был с ним знаком, расскажем, что нового. Появилось очень много новых и полезных фич. Мы постоянно развиваемся, поэтому всегда готовы к диалогу. Спасибо. 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 Спасибо.